Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши зрители и подписчики! Санкции докатились и до нашего канала. Монетизация отключена. Несколько лет наша команда выпускала для вас по 2-3 ролика в день в формате тележурнала. Теперь нам нужна ваша помощь. На экране вы видите номер карты Сбербанка, на которую вы можете сделать перевод. Кто сколько сможет. 1 июля 1899 года 9 итальянских бизнесменов и финансистов из провинции Пьемонт подписали соглашение об организации акционерного общества Итальянская автомобильная фабрика в Турине, ставшего впоследствии одним из крупнейших в мире автомобильных концернов Фиат В первые годы 20 века компания Фиат уже предлагала целое семейство легковых и грузовых автомобилей, поступавших в итальянскую армию с 1906 года. Среди них были первые штабные и санитарные машины на легковых шасси, применявшиеся еще во время Первой мировой войны. К первому поколению легких армейских автомобилей Фиат в начале 30-х годов принадлежали несущественно модернизированные серийные легковые машины в военном исполнении – милитари, на которых сохранялись открытые гражданские кузова и передняя облицовка. С 1933 года самыми легкими представителями этого семейства являлись модель Фиат 508 Балила с двухместным спортивным кузовом и 995-кубовым мотором мощностью в 20 л.с., а также более солидная четырехместная машина 518 Артида, снабжавшаяся 40-сильным двигателем. Обычно они применялись для перевозки офицеров среднего звена и доставки срочных депеш, развивая скорость от 72 до 98 км в час. На их базе появились первые армейские санитарные машины, легкие военные фургоны и пикапы. Со второй половины 1930 года для итальянских войск в Африке Фиат изготавливал специальные штабные автомобили второго поколения на серийном шасси 508 с верхнеклапанным мотором, четырехступенчатой коробкой передач и передней независимой подвеской. В 1937-39 годах в производстве находился базовый четырехместный вариант 508 Ч колониали 1100 с обычной передней облицовкой, развивавшей скорость 110 км в час. В 1939-1945 годах выпускалась наиболее известная облегченная машина 508 ЧМ колониали Милитари 1100 с упрощенным открытым кузовом с плоскими боковыми и задними панелями и четырьмя короткими дверцами, прямоугольной передней облицовкой радиатора, штампованными крыльями, дополнительными аккумуляторами, емкостями для топлива или воды, размещенными на подножках. На шасси выпускался также упрощенный армейский пикап 508 LRM с удлиненной базой и полезной нагрузкой в 325 кг. На его варианте со специальным высокобортным кузовом монтировалась 20-ти миллиметровая зенитная пушка. С 1939 по 1944 годы на базе самых крупных шестиместных легковых автомобилей Fiat 2800 с верхнеклапанным шестицилиндровым двигателем мощностью 85 л.с. и передней пружиной подвеской выпускался упрощенный более компактный армейский вариант 2800 ЧМЧ для итальянских частей в Африке. Он снабжался утилитарным открытым пятидверным кузовом торпеда Military с внешними элементами от гражданской модели, короткими подножками, широкопрофильными шинами, двумя запасными колесами в передних крыльях или на крыше багажника. Автомобиль весил 2420 кг и развивал скорость в 115 км в час. Самый комфортный вариант серийного седана Fiat 2800, достигавший скорости 130 км в час, во время войны служил представительским автомобилем Benito Mussolini. Субтитры создавал DimaTorzok